Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 1 мая, моя огородная азбука. И сейчас я буду говорить на тему, что положить в лунку, если вы такой ярый сторонник экопродуктов. То есть, если вы не приемлете никаких фабричных удобрений, ни суперфосфата, ни каких-то там, ни мочевина, ничего. Что положить при высадке томатов? Все мы знаем, что томатам нужен, самое главное, азот, фосфор, калий. Все это мы должны ему дать, не добавляя минеральных удобрений. Значит, в лунку можно положить рыбную муку, в лунку можно положить мясокосную муку, это для фосфора, и добавить ложку золы. Я сейчас все покажу, как это делается, все очень просто. Азот можно добавить в виде перегноя животного происхождения, Можно добавить в виде перегноя, который мы делаем в компостной куче. Перегноя травяного, листового, любого. Если ничего нет, можно потом сделать травяной настой, вот эту травяную брашку. И через какое-то время, сколько он, 10-12 дней настаивается. Как только первая трава появится, заведете травяную брашку и потом польете. Все, вот благодаря вот таким добавкам, то есть без всяких там минеральных удобрений, без фабричных, вы будете уверены точно, что у вас вырастут экологически чистые овощи. Но это с условием, что вы еще не будете делать в течение лета никаких подкормок, никаких там опрыскиваний с помощью вот этих магазинных средств. Сразу скажу, что 100% вот такие без всяких применений вот этих средств магазинных вырастить очень сложно, потому что обязательно или нападут насекомые вредители, или вот борьба с фитофторой, народными средствами, например, чесночным отваром, она более трудна и продолжительна, чем вот этими фунгицидами магазинными. Но если вы выбрали вот этот экологически чистый путь, тогда можно, пожалуйста, придерживайтесь. Сейчас вот в следующем маленьком видео я покажу, как это просто ложку рыбной муки, ложку золы, все это перемешать, посадить растения и полить. Все. До свидания. Если говорить о противниках употребления, использования минеральных удобрений, вот при высадке, то тут и для них есть, конечно, вариант, который идеально подойдет к тем, но для тех, кто не хочет добавлять ни суперфосфат, ни различные другие вот гранулированные, то есть он желает вырастить вот идеальные экопродукты без добавления фабричных удобрений. Но каким бы способом мы не выращивали, мы должны помнить, что нам нужно три основных элемента весной внести. Азот, фосфор и калий. Если в случае с минеральными удобрениями мы вносим суперфосфат и калий сернокислый, то здесь, если вы хотите получить без всяких удобрений фабричных, мы можем заменить тарганикой. Вот я сейчас приготовилась высаживать, вот это у меня такая пузата хата из лотка, уже они подошли к той поре, что надо уже, видите, мочалки большие высаживать. Смотрите, что положить в лунку, если, вот категорически не хотим удобрений. Азот вносим в виде перегноя. Перегной или растительный, или животного происхождения не имеет никакого значения. Но здесь, так как с азотом мы должны быть осторожны, вы должны все равно знать состояние своей земли. Вот у меня земля очень бедная, песчаная, и я азот вношу ежегодно. Мы специально для этого покупаем перегной. Если у вас плодородная, например, ежи люди живут в зонах черноземных каких-то, если вам не нужен перегной, то вы его не вносите. А у нас, видите, какая земля? Вот песок. Все, значит, азот я внесла в виде перегноя. Потом я добавляю рыбную муку. Ну, я вообще, если честно, когда не снимать, я просто добавляю на глаз. Но для тех, кто ни разу не добавлял, примерно 1 столовая ложка на лунку добавляется. И добавляем золу. То есть рыбная мука у нас идет, чтобы пополнить грунт фосфором. А зола считается, как там есть и фосфор, и калий. Но в основном калий можно только в золе взять. Больше мы его нигде в природных, ни в каких нетравяных настойках, ни в перегноях не возьмем. И вот добавляя вот эти компоненты все, мы получаем то же самое. Те же самые три макроэлемента, то есть азот, фосфор и калий. И некоторые люди, которые, ну, категорически не хотят на своем участке ни в каком виде минеральных удобрений фабричных, иногда довольствуются этим, этим ограничиваются, и все у них также растет. Вот эта луночка готова. Я вот так сейчас целый ряд сделаю и буду высаживать томаты. Вот это эко-вариант, то есть те же самые азот, фосфор и калий мы добавили в виде природных, натуральных веществ. И избежали добавок фабричных минеральных удобрений. Но если, сразу хочу сказать, если вы будете вот таким пользоваться способом, если весь огород так удобрять, это выйдет очень дороговато, потому что одна столовая ложка на луночку, пачка стоит 100 рублей. Вот я в теплице в прошлом году высаживала с рыбной мукой, не хватило даже на одну теплицу, если все остальные овощи удобрять. Но это естественно, экопродукты, они у нас очень дорогие, обходятся дороже. И еще хочу сказать, что не нужно добавлять две столовые ложки, или, ой, три столовые ложки, потому что это не имеет никакого значения. Навредить вы растению не можете, но лишняя вот эта рыбная мука, она будет просто бесполезной, потому что растение, корневая система заберет именно столько, ну там минимальное количество фосфора, сколько нужно. Остальное это будет просто деньги на ветер. И везде рекомендуют, одна столовая ложка, это такая оптимальная норма, которой хватает. Все. Столовая ложка рыбной муки, столовая ложка золы, перегной по желанию. Можете добавлять, можете не добавлять. Некоторые, еще раз повторю, у кого земля, состав земли хороший, в нормальном состоянии. Вот как есть же жирные грунты, у кого грунт и так жирный, то добавлять ничего не нужно, достаточно рыбная мука и зола. Все, с вами была Ольга Чернова. Это такой эко-вариант, который без различных, без минеральных удобрений можно применять и выращивать наичистейшие овощи. Но обойдутся они немного подороже. Субтитры сделал DimaTorzok